МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире Город женщин. Сегодня пятница, а это значит с вами вновь Юлия Федорова, Саргалана Амосова и Юлиана Ким. Здравствуйте! Как известно, у хорошей хозяйки подготовка к Новому году начинается уже в октябре месяце. Я даже знаю таких девушек, которые уже знают, в чем будут отмечать Новый год. Каждый раз при подготовке к праздникам перед нами стоит множество задач и вопросов. Как удивить наших гостей, чем их накормить, какие подарки им выбрать, а возможно даже встретить праздник в другой стране. А тем временем до Нового года осталось всего 10 пятниц. И сегодня мы дадим вам полезные советы, как правильно и организовать праздник, и кого позвать, и как это все сделать. Я знаю, что немногие любят отмечать мероприятия, большие шумные вечеринки. И нам часто задают вопросы личного характера, которые мы стараемся адресовывать нашему коучу из Чикаго Надежде Долбораевой. Привет, прекрасные! С вами Надежда Долбораева, психолог, коуч, корпоративный и бизнес-тренер из Чикаго. Благодарим за ваши вопросы, которые поступают в редакцию. Мы с радостью на них отвечаем. Сегодня вопрос от Анны, 32 года. Я редко хожу на большие мероприятия, только на праздники близких людей. Недавно я ходила на вечеринку, где кроме себя и подруги я никого не знала. И пока она общалась со своими знакомыми, я поняла, что не могу поддерживать разговор с незнакомыми людьми. Как мне преодолеть этот барьер? С чего начать разговор? Анна, что происходит с бриллиантом, когда его опускают в воду? Он пропадает. Его не видно. То же самое происходит и с вашей прекрасной личностью, когда вы боитесь представить себя на публику. Ее не видно. Ваша задача понять, какие у вас грани, чем вы интересны собеседнику и найти эту общую грань с собеседником. В Америке, допустим, такой проблемы вообще не существует. Как начать разговор? Потому что здесь традиция small talk. В small talk, по сути, разговоры не о чем. И его главная цель – это приятное общение. С чего можно начать с small talk? Ну, во-первых, можно выделить из толпы человека, который вам визуально привлекательен. Он может быть вам интересен. И обратите внимание на какую-то деталь. Может быть, в его одежде. Например, «Ммм, какие сережки!» Откуда они? И так вы узнаете целую историю жизни об этом человеке. Второе. Вы можете улыбнуться и подойти представиться. «Привет! Меня зовут Надя. Как дела?» И задать какой-то общий, открытый вопрос, подразумевающий развернутый ответ. Например, «А откуда ты?» «А как вы познакомились с Леной?» Спрос, уместный под вашу ситуацию. Третье. Используйте ледокол. Ледокол – это такой шокирующий, интригующий вопрос, на который ответ на самом деле вам не важен. Например, «А вы знаете, сколько весит белый медведь?» «Белый медведь» достаточно, чтобы разбить лед между нами. Анна, я желаю вам новых, интригующих, полезных знакомств. Раскачивайте свою многогранную личность с интересным человеком. Всегда есть о чем поговорить. Я желаю, чтобы ваш лайф был в кайф. Действительно, я думаю, сейчас самое время проверить эти советы, потому что впереди у нас самый любимый праздник – Новый год. Да, и мои дети просто требуют, чтобы Новый год был у них очень оригинальным. Но идей, к сожалению, не всегда хватает. И поэтому именно сегодня мы пригласили профессионального организатора детских праздников. Но она точно знает, как сделать праздник веселым и запоминающимся. Знакомьтесь, Александра Журина, руководитель компании детского праздника «Малышок». Александра, добрый день. Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день зрители. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Откуда пришла идея начать организовывать детские мероприятия? Идея пришла с рождением старшего сына. Идея была первоначально не связана никак со всеми теми услугами, которые мы оказываем сегодня. Мы первые в городе, в Якутске, заявили об организации торжественной встречи из роддома. Мы предлагали полный комплекс услуг тогда. Это все было очень торжественно и красиво. Но наши клиенты, которых мы выписывали, стали подрастать. И буквально годовасию нам стали поступать звонки. Организуйте нам, Александр, праздник уже нашим детям. Так, как говорится, спрос разил предложения. Мы стали добавлять услуги по оформлению шариками, услуги аниматоров и огромный спектр услуг, которые есть у нас на сегодня. Вот так все с рождением собственного сына. Как сложилась команда? Команда слаживалась долго и постепенно. Мы думали, что сначала будем справляться сами. Это был семейный бизнес, первоначально задуман. Но далее, конечно, обороты росли, и мы стали привлекать нашу команду молодых, креативных, и главное, веселых и добрых людей. А вот расскажите, вот самый ваш необычный заказ, самый необычный праздник? Вы знаете, таких заказов очень-очень много, и время эфира не позволит мне перечислить. Но самые интересные заказы у нас связаны с появлением наших новых услуг, наших новых персонажей, на которых очень бурно реагируют не только дети, но и взрослые. Самые смешные, это, пожалуй, когда заходят, чуть позже зрители наши увидят, поймут, о чем речь, когда видят наших аниматоров, взрослые искренне, вау, ого, так бывает, это правда. И вот именно реакция взрослых людей нас всегда так радует. А максимум сколько, для скольки детей, для какой компании вы проводили мероприятие? Я буду честно называть цифры из нашего опыта, не преувеличивая, это мы брали банкет на 200 детей. Ну и, соответственно, примерно столько же взрослых были учащиеся. А как их можно всех организовать? Ведь дети, они рассыпаются, как бусины. Да, здесь важно сразу привлечь внимание к себе сразу же. Может быть, есть какой-то прием, как привлечь внимание? Прием? Ну, во-первых, это игра своим голосом. Это, конечно, в первую очередь костюм, это половина успеха, ну а главное голос и энергетика ведущего. Энергетика делает все. А вы сами проводите? Да, я беру, как правило, самые сложные заказы, самые интересные. Ну и клиенты, мои постоянные клиенты всегда, чаще всего, конечно, после чего я отработала сама. Ну, у нас очень мощная команда молодых, талантливых аниматоров, поэтому работаем все. А можете сейчас показать, как это сделать, как вот организовать мероприятие у себя дома? Так, дома, допустим, без привлечения дополнительных сил, да, без привлечения аниматоров. Ну, вы знаете, здесь, как правило, в домашних условиях игрушки ребенка, они уже ему привычны и реквизитом послужить не могут, верно? Здесь есть один универсальный способ, универсальный реквизит на все времена и народа и возраст детей – это шарики. Они доступны, их всегда можно купить, и вот с шариками огромное количество конкурсов. Ну, начнем с того, что взрослые не очень любят их надувать, и первостепенно мы, допустим, даем задание деткам надуть шариков как можно больше. Это уже конкурс, для них это и полезно разрабатывается легкий, ну и, конечно же, весело. Далее это может быть воздушный бой, это может быть конкурс «Веселая жадина», когда нужно схватить как можно больше шариков и руками, и ногами, и зубами. А как вы придумываете конкурсы? Это все из опыта, у нас целый мозговой штурм команда, мы сочиняем эти игры и тестируем, опять же, на наших детях. Вот вашим детям повезло, да? Ну, не везет один раз в году, это когда день рождения каждого, когда я не знаю, чем их удивить. Она все знает. Скажите, вот для мальчиков, я знаю, самые популярные персонажи это трансформеры, а для девочек? Для девочек, вы знаете, всегда популярна Золушка, всегда популярна Холодное сердце Эльза и Анна, это нежные, очень воздушные, красивые персонажи. Ну и идем всегда в ногу со временем, то есть всегда отслеживаем новинки кинематографа, сейчас все рейтинги бьет тролль Розочка. Да, очень добрый, позитивный персонаж, главная задача которого это обнимашки, ну, соответственно, все девчонки тают. А костюмы где берете, заказываете? Костюмы мы не заказываем в Якутске, дабы очень много конкурирующих фирм, мы их заказываем, но они у нас все российского производства, с другого конца нашей необъятной родины. Есть постоянная фирма-поставщик, мы с ними работаем уже 6 лет. Я бы хотела сейчас вам предложить экспромтом провести одну игру, у нас есть два замечательных мальчика, это наши дети. Я не была к этому готова, но... Знакомьтесь, это Коля, мой сын. Отходите, ребята, ко мне, пожалуйста. И Клавик, мой сын. Так, ну, они оба первоклассники. Первоклассники, ну, давайте, мы с вами поздороваемся, дай, пожалуйста, пять мне, дай пять, опа, а ты дай пять. Опа, молодец. Ну что же, игру нужно провести с ребятами, да? Давайте мы сделаем вот что, ой, чтобы это было очень быстро. Проверьте, пожалуйста, Коля, ко мне, и повторяйте движение со мной. Я хочу проверить, насколько же вы внимательны и ловкие. Давайте посчитаем друг друга. Вы, мы, ты, я. Посчитайте пальчиком, вы, мы, ты, я. Повторите со мной движение. Коля, микрофон возьмите. Мы, ты, я. Мы с тобой, друзья, беремся за ручки, мы же друзья. Микрофон пока мы отложим, давай. Давай вот так вот. Мы с тобой, друзья. Так, мы с тобой, одна семья. Положили руки друг другу на плечики. Так, положи руку мне на плечи. Молодец. Улыбнись соседу справа. И не забудь соседа слева. Молодцы. Ну, это была репетиция, а теперь еще быстрее сможем? Вы, мы, ты, я. Вы, мы, ты, я. Мы с тобой, друзья. Мы с тобой, одна семья. Так, пощикачи соседа справа. И не забудь соседа слева. Молодцы. И еще быстрее. Вы, мы, ты, я. Мы, ты, я. Мы с тобой, друзья. Мы с тобой, одна семья. А теперь я попрошу тебя. Александра. Дай пять оптимусу прайму. Поведи к нему. А тебе дам задание. Дай пять бамбул бей. Ух ты. О, они настоящие. Они настоящие. Они же еще что-то говорят. Молодцы. Они еще и танцуют. Повторяйте за ними, ребята. Повторяйте за ними, ребята. Крутые, крутые. И даже лазерная пушка. Смотри, Славик, лазер. Круто, да? Вообще классно. Я думаю, это, наверное, самый популярный герой у вас, да, Александра? Да, это новинка этого года в связи с выходом восьмой части «Трансформеров» летом этого года. Конечно же, герои просто. Вы видите, сами костюмы уникальны. Александра, спасибо вам большое за этот праздник. Мы желаем вам побольше радостных детей, радостных лиц и благодарных родителей. Спасибо вам огромное за приглашение. А сейчас мы прерываемся на короткую рекламу. Добрый день. Я напоминаю, что вы смотрите передачу «Город женщин». Только что до рекламы у нас были настоящие трансформеры. Мы узнали, как организовать веселый детский праздник. А теперь, я думаю, пора перейти к подаркам. А как сделать подарок своими руками, знает, конечно же, наша Юлиана Ким. Сегодня я хочу показать вам, как сделать своими руками детский плед из гиперобъемной пряжи. Вот, посмотрите, вот так она выглядит. Она у нас серого цвета, но есть и в других расцветках. Сегодня мы сделаем плед вот таким вот образом. Мы возьмем два конца пряжи на расстоянии двух вытянутых рук. Начинаем делать первую петлю. Для этого нам нужно сделать кольцо, продеть руку и вытащить пряжу. И набираем мы все это на свои руки, не используя ни спиц, ни крючка, только руки. Итак, продолжим. Нам нужно сделать семь петелек. Для этого мы снизу вверх обкручиваем руку, берем пряжу и одеваем. Вторая петелька. Опять снизу вверх протягиваем пряжу. Третья петелька. В качестве спиц. Да. Потому что пряжа очень большая. Вот таким вот образом мы должны провязать семь петелек. Четыре. Снизу вверх. Вот мне прямо сейчас хочется попробовать сделать. Сижу, мне руки шире. Пять. Пять. Шесть. И последний. Семь. Вот у нас должно вот так получиться. Смотри, у меня только маленький кусочек совсем достался. Не сильно туго. И не сильно слабо. Семь петелек мы набрали. Теперь мы переходим к первому ряду. Для этого нам нужно перевести на другую руку петлю, захватить пряжу и вытащить ее. У нас получается первая петелька первого ряда. Дальше вторая петелька. Захватываем нашу пряжу, одеваем на руку. Третья петелька. Захватываем пряжу, одеваем на руку. Чтобы это сделать. Из такой пряжи тебе понадобится примерно через час-полтора. Потому что она очень быстро вяжется. Мы приступили тем временем к третьему ряду. Идем в обратную сторону теперь. Захватываем. Захватываем. Вот такими умелыми движениями у нас вяжется наш плед. Вот так интересно же. Это шерсть Мериноса. Она у нас делается из очень качественной пряжи. Разновидность овцы. И получается из Австралии к нам пришло это направление. Вот мы тем временем уже переходим к третьему ряду. А что еще можно вязать из этой пряжи? Из этой пряжи вяжут даже шапки и варежки. Кстати, вот помните у нас была мода? Прямо все в таких шапочках одели. А есть она поменьше, да, объем? Да, есть она шерсть Мериноса, есть поменьше, да. Для шапочки, я думаю, это слишком объемная такая. Да, получится очень уютная вещь. Очень теплая. У нас наступила зима. По вечерам стало очень холодно. И вот укутавшись в такой плед вечером, нам будет очень видно. Так. Да, это будет такой самый уютный, теплый подарок. Да, просто. Можно еще купить. Я бы сама очень обрадовалась к вам подарком. Такую пряжу можно купить в магазине Якутьюрье. Большой выбор цветов. Есть розовые, есть оранжевые. Юлияна, подскажи, а как за ней ухаживать? Это же шерсть, ее, наверное, стирать нельзя в горячей воде. Только ручная стирка в теплой воде. Порошком можно стирать? Порошком можно, да, для деликатных тканей. Да. Ну, я пока продолжу. Я очень люблю праздники, да, но больше всего я не люблю отмечать праздники дома. Потому что это нужно постоянно готовить, потом накрыть на стол, а затем это все убирать. И как хорошо, что у нас сейчас есть такая служба, которая все это может организовать и даже дома стол засервировать и потом это все убрать. Итак, мы сегодня в гости пригласили Инну Третьякову, руководителя кейтерингового агентства «Киви Кейтеринг». Здравствуйте, девочки. Инна, добрый день. Ваша компания – это спасение для всех женщин. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем вы занимаетесь? Наша компания «Киви Кейтеринг» мы созданы всего лишь полгода назад и мы занимаемся вообще организацией общественного питания. У нас есть столовая. Мы организовываем помимо столовой выездные фуршеты, банкеты. Ну и в целом это наши деятельности. Ну вот это вот нас интересует – выездные фуршеты, банкеты. Можно поподробнее? Вообще у нас сейчас делится на два типа – фуршеты и банкеты. В случае с фуршетами, фуршет вообще происходит от слова «вилка», поэтому мы готовим такие блюда, которые можно скушать на один укус. То есть вам не требуется там сидеть, это все резать и так далее. А в банкетах – это, можно сказать, ресторан на дому. То есть вы заказываете, мы приезжаем, наша команда полностью накрывает. Как же вы все красиво это формуете. И сервируете все вот так, да? Это все ваша посуда. На фотографиях – это фуршеты, да. Такие фуршеты мы накрываем на свадьбах, на каких-то официальных встречах, конференциях. Бывают детские дни рождения, девичники, мальчишники. Ну вот чего только не придумают наши клиенты. Вот сейчас на примере идет этот фуршет, мы накрывали для Синет Групп. Тематический такой фуршет был для нас тоже очень классный. Они задают нам тему, и мы прям фантазируем и стараемся превосходить ожидания нашего клиента. Как здорово. А самое вот необычное, что вы делали? Самое необычное – мы накрывали банкет на дому, и задача стояла накрыть в определенном цвете. Мы стараемся максимально учесть все предпочтения наших клиентов, начиная от подачи самих блюд, заканчивая там цветом салфеток, бантов на стуле и так далее. Как здорово. У вас тоже, да, получается такой стол под ключ? Да, мы делаем столы под ключ, и в целом получается как единая композиция до мелочей. Мы любим прям, чтобы все до мелочей было идеально. А на природу выезжаете? У меня просто день рождения в мае, и я обычно отмечаю его на природе, но все равно перед этим я дома готова. Я могу сказать, что ради клиентов мы можем даже на космос полететь. Мы на природе накрывали, и очень был крупный заказ. Одновременно перед нами стояла задача накрыть банкет и обслужить на 350 человек. И слаженная работа команды сделала все, мы справились. А еще официанты есть у вас, да, которые обслуживают? Да, при необходимости мы можем нанять официанта. Ну, мы с официантами как бы работаем, они у нас не на постоянной основе, но при необходимости есть наши вот обученные специальные ребята. Они придут, обслужат и полностью... А потом все это убираете. Да, и самое, что нравится всем нашим клиентам, это то, что праздник заканчивается, у вас голова не болит над тем, чтобы стоять над... Ну, мыть посуду, да, и мы приезжаем, убираем все, и как будто праздника и не было. Да, просто... Скажите, а национальные блюда вы готовите таким образом? Да, национальные блюда, это тоже очень интересное у нас направление. Мы стараемся такие традиционные классические блюда подать в интересном таком формате. Поэтому вот недавно на выставке «Продовольствие-2017» мы подготовили фуршет из якутских блюд. И даже тот же традиционный хан, харта мы подали в таком виде, что можно его было скушать на один укус. То есть мы сделали канапешки, подали в тарталетках. Например, у нас были даже валаваны с потрошками и икрой карася. Вот так вот такое валаваны. Это валаваны, это такие маленькие, как питькардиночка из слоеного теста. Тарталетки типа маленькие. Да, типа тарталетка, только из слоеного теста. У нас даже были мини-бахала, такие маленькие бахала на шпажечках. И мы их подавали тоже, как у нас полагается, с вареньем, из морожки и со взбитыми сливками. Как у нас принято прям. Ну, как я вот вначале уже говорила, да, что хорошие хозяйки начинают готовиться уже в октябре. А тут у нас октябрь, к Новому году. Октябрь уже подходит к концу. Может, вы знаете какое-то модное, новомодное блюдо, да, которое можно приготовить к Новому году. Ну, на Новый год мы сейчас готовим специальное тоже меню. Одно направлено на фуршеты, одно, как уже говорила, банкеты. У нас будет, как я уже говорила, подача традиционных блюд, тоже в интересном формате. И наш шеф-повар готовит тоже несколько блюд, которые можно было бы именно к Новому году, специально из тех продуктов, которые вот самые актуальные к Новому году. Те же мандарины, например, запах мандаринов, это Новый год. У нас будут, ну, пока секрет. Хочу сейчас, ну, чтобы 31 декабря у меня был такой шикарный стол, когда мне нужно сделать заявку? Когда к маме обратиться? Вообще на Новый год уже заявки поступают. Новый год такое самое популярное время для того, чтобы меньше хлопот у себя было, да. И поэтому сейчас уже начинаем принимать заявки. Ближе к Новому году уже даты постепенно заполняются. Поэтому, дорогие телезрители, успевайте, пока есть места, да. А расскажите, какой самый большой был заказ, самый объемный? Ну, то, что я уже говорила. На 350 человек одновременная посадка с обслуживанием в Исхатыни. То есть абсолютно в экстремальном условии, да. Да, ничего себе. И, ну, тут самое главное, это слаженная работа команды, конечно. Тут все, каждая доля секунды, она уже должна быть расписана. Каждый знает, что должен делать, да, и координация. А как вы придумываете блюда? Как происходит вообще вот этот процесс креативный? Ну, вообще у нас принято, что после таких интересных крупных заказов мы обязательно вот всей командой собираемся. Повара, мы как организаторы, даже наши техработники. И каждый выражает свое мнение по поводу мероприятия. Плюсы, минусы. Потом мы делаем свои выводы, чтобы в следующий раз уже у нас все стало лучше и лучше. Скажите, а шеф-поваров вы откуда-то приглашаете или у вас штатные? Нет, это наши постоянные работники. У нас заведующий производством технолог с высшим образованием. А повар, шеф-повар наш, повар шестого разряда. И второй повар тоже повар пятого разряда. Ну, ребята вообще молодцы. Спасибо большое, Инна. Я думаю, нашим телезрителям очень полезна эта информация. А мы сейчас прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой еще больше интересного. Я напоминаю, что вы смотрите «Город женщин». Тема сегодняшнего эфира – праздники. Обычно на дне рождения желают счастья, здоровья и исполнения желаний. Одна инстаблогер, Ольга Куликова, мечтала стать путешественницей. И ее мечта сбылась. Мы все знаем, что сейчас у нас огромные возможности, чтобы путешествовать. И отправиться можно в путешествие на чем угодно. На самолете, на корабле, на круизном лайнере. Привет телезрителям проекта «Город женщин». Привет всем, кто любит путешествовать и открывать новые города и страны. Я – тревел-блогер Ольга Куликова. Я посетила больше 30 стран и мечтаю когда-нибудь добраться до прекрасной Якутии. Время от времени я буду делиться с вами своими советами и своим опытом. И сегодня я вам расскажу про круизный отдых. Поехали! Принято считать, что круиз – это всегда очень дорого. Насколько это правда? Сколько стоят круизы? Цены на круизы варьируются от экстремально низких, иногда от 12 евро на человека за ночь, до оплаты чаевых, до супервысоких за вычурные апартаменты серии «Люкс». Помните, что в стоимость круиза входит проживание, питание в буфете и ресторанах, активный отдых и развлечения, в том числе детские программы. Не говоря уже о перемещении из одного города в другой. После учета всех расходов на отели, транспорт, питание, которые бы вы понесли во время наземного отдыха, вы выясните, что часто сберечь деньги помогает именно бронирование морского круиза, а не отпуск на суши. Что входит в стоимость круиза, а за что нужно доплачивать отдельно? Стоимость круиза включает многое, но вам придется дополнительно потратиться на целый ряд услуг. Обычно это альтернативные рестораны, некоторые кафе и бары с мороженым, прохладительные спиртные напитки, экскурсии на берегу, услуги прачечной, спра-процедуры и чаевые. Они всегда оплачиваются дополнительно с каждого человека и варьируются в среднем от 7 до 12 евро за ночь. Правда ли, что в круизы отправляются только пенсионеры? Раньше действительно так и было, но сейчас все изменилось. Круизные лайнеры сегодня в большей степени ориентированы на семьи, предлагают детские программы и все услуги аналогичные наземные. На порту вы найдете аквапарки, дискотеки для подростков, пития, игры и аниматоров. Молодежь и людей, избавленных жизнью в большом городе, порадуют изысканные рестораны, современные хай-тек развлечения и ночная жизнь баров и клубов, расположенных прямо на корабле. Стоит ли мне ехать в круиз, если меня укачивает даже в автобусе? Если говорить о морской болезни, то современные корабли настолько большие и устойчивы, что вы вряд ли почувствуете движение, особенно в спокойных водах Средиземного или Японского моря. Радар помогает большим судам избегать штормов и непогоду, а стабилизаторы качки устраняют лишние колебания. Но если вам все же придется столкнуться с волнениями на море, любое недомогание обычно устраняется безрецептурными препаратами, такими как дромина или банин. Также заметьте, что таблетки от укачивания можно бесплатно получить на стойке обслуживания многих лайнеров. Надеюсь, вам было интересно со мной. И в следующий раз я вам расскажу про крутосветный билет. До встречи! Пока-пока! Во время сюжета к нам присоединилась еще одна гостья. Анна Сидорова, генеральный директор турагентства «Перелетные птицы». Анна, добрый день! Добрый день! Вот мы сейчас посмотрели с вами сюжет Ольги Куликовой. Она вот на таком красивом шикарном лайнере путешествует. Есть ли возможность у нас, у юкутян отправиться в круиз? Да, конечно, у нашего туристического агентства обширный спектр услуг по поездкам. Мы работаем с 2014 года, и наша миссия – приносить радость нашим клиентам в поездках. Поездки могут быть разные – экскурсионные, образовательные, пляжный отдых, а также круизы по разным странам и бассейнам. Ну а как отправиться в круиз? Круиз можно отправиться из городов-бордов. Например, в Италии есть город, откуда отправляются по всем странам Средиземного моря. Также такой круиз можно сделать по бассейну Карибского моря, то есть из Доминиканы в Мексику и многое другое. Интересных предложений очень много. Мы предлагаем нашим клиентам все варианты. Можно индивидуальный тур составить? Да, конечно, индивидуальный тур по любому желанию клиента. Ну, мы вот сегодня говорим о праздниках, приближается Новый год. Какие туры на Новый год вы предлагаете нам, Никутяну? Мы… главное, чтобы отношение, подход к клиенту был индивидуальным, да, и получается мы рассказываем различные подводные камни, которые могут случиться. Но самое главное сейчас, на данный момент, это раннее бронирование. То есть если вы заранее подготовитесь к поездке, то она не обойдется в большую сумму и будет довольно… Ну, сейчас самое время, да? Да, сейчас самое время, да. Ну, для меня Новый год в другой стране кажется чем-то таким невероятно волшебным. А вот вы сами встречали Новый год за пределами нашей республики? Да, в прошлом году мы встречали Новый год в Сингапуре, это город-страна. Мы встречались со всей семьей, с мужем и с двумя детьми. Это была невероятная поездка, потому что впервые 31 декабря мы встретили по-другому. И это было огромное событие. На набережной Марина Бэй в Сингапуре собралось огромное количество людей, которые ждали шикарнейший салют и отчитывание времени до наступления полуночи. А не было такого ощущения, что вы не встретили Новый год? Вот не было снега, не было елки, и как будто бы прошлый год он до сих пор продолжается. Нет, такого ощущения нету, потому что мы с мужем заранее подготовились, приготовили детям подарки на следующее утро, как бы запаслись мандаринами и даже приготовили салат оливье там у себя в Сингапуре. И мне кажется, мы как бы провели все традиционно по Новому году. Поэтому совет дать телезрителям, когда отправляетесь в другую страну, особенно если в жаркие страны, нужно взять какие-то атрибуты свои новогодние, которые у вас ассоциируются с праздником, с волшебством, с Новым годом. Да, и к этой поездке мы готовились довольно долго. И самое главное, вот на данный момент я советую нашим клиентам и тем, кто к нам обратится, знать, что все можно сделать вовремя, купить выгодные билеты, гостиницы забронировать. Все делать нужно заранее, тогда будет... А вы дополнительно консультируете, да? Ну вот, допустим, я не знаю, куда поехать, и вы говорите о всех нюансах. Да, конечно, мы рассказываем и визовые формальности, о том, какая погода будет. Да, в особенностях, о традициях. То есть все нюансы учитываются. А в последнее время какие популярные страны у наших? Ну, нам, северным людям, конечно, всегда не хватает солнца, моря и тепла. Поэтому на Новый год люди в основном ездят в страны, где круглый год лета. Это страны Юго-Восточной Азии, Таиланд, Вьетнам, остров Хайнань, Санье. А также страны Карибского моря, это Доминикана и Куба. Там всегда солнечно, тепло, и встречать Новый год там одно удовольствие. Ну, мне кажется, наши люди всегда думают, что вот страны, которые не Юго-Восточной Азии, а ближе туда к Европе, они очень дорогие, да, та же Доминикана. Как они по ценам доступны обычному жителю? Да, самое главное, вот я хочу сказать, что если все сделать заранее, то можно приобрести выгодные туристические путевки. И тем более в нашем агентстве «Перелетные птицы» система рассрочки, оплаты частичной. То есть мы предусматриваем все наши экономические показатели. То есть людям выгодно летать, когда они заранее готовятся к поездке. И такой подход у нас относительно наших клиентов. Хорошо. А вот если ваши клиенты прилетели в страну, да, у них там какая-то встреча Нового года, например, какая-то особенная программа? Да, для тех, кто покупает путевки со встречи Нового года, ожидает новогодний гал-ужин в гостинице, а также развлекательные мероприятия при том отеле, в котором они живут. Также они могут заранее подготовиться, посмотреть, какие программы проводятся. Это в любую страну, да, такие предложения? Ну да, в основном в те страны, где курортные города, я бы сказала, потому что в отелях там у них будет своя программа. А если человек едет в крупную столицу, допустим, как Сингапур, Нью-Йорк, Лондон или Дубай, то можно Новый год отметить праздничным ужином, а далее пойти, допустим, в центр столицы, где обязательно будет огромный фейерверк, невероятно красочное зрелище. И действительно, хоть раз Новый год следует встретить как-то необычно. Да, и этот праздник запомнится на всю жизнь. Учитывая, что у нас долгие выходные новогодние, можно будет отправиться. А вот у вас в основном семьи покупают претевки или же компаниями, шоуными ездят? Обычно обращаются компаниями, семейные компании. И, наверное, молодожены, да? Да, конечно. Есть и студенты, у которых, допустим, бюджет ограничивается в небольшую сумму. Они тоже всегда к нам обращаются, потому что мы лояльно относимся ко всем желаниям туристов и находим любую возможность, чтобы они нашли путевку по выгодным ценам. А какие вот новые направления у вас появились? Где можно прям очень необычно встретить Новый год? В этом году новым направлением является страна Танзания. Курорт Занзибар. Это прямо сафари, да? Да. Это сафари, совмещенное с побережьем Индийского океана. Это белый песок, прекрасный океан с бирюзовой водой. И необычные африканцы, да? Тоже очень, мне кажется, колоритный отдых получится в этой стране. Расскажите нашим телезрителям преимущество покупать путевки именно в турфирме, а не ехать дикарем. Получается, что для тех, кто едет дикарем, мы тоже всегда советуем обязательно застраховаться. Услугами страхования мы тоже занимаемся. Обязательно нужно подготовиться в визово. Преимущество покупки в туристическом агентстве, конечно, это гарантия того, что ваша поездка от и до состоится в те даты, которые вы собираетесь поехать. Обязательно вас будут встречать в аэропорту. Всегда будет помощь от русскоязычного гида, когда понадобится что-нибудь, да? Ну и, конечно, это гарантия того, что все будет хорошо. Поэтому обращайтесь к нам, агентство «Тереверные птицы». Безопаснее, конечно, обратиться в турфирму. Да, конечно. Здорово. И мне кажется, когда в турфирму едешь, все равно по компанию, да? И все равно поездка получается интереснее и веселее. А вы делаете подбор для человека? Допустим, бывает такое, что человек один едет, и вот у него нет компаний. Да, у нас есть, как сказать, услуга. Мы можем найти всегда попутчиков в разные страны. К нам обращаются часто. Это бывают и пенсионеры, которые хотят, допустим, поехать в круиз на следующий год и уже ищут попутчиков. Также это студенты. Очень много людей обращаются. И, конечно, в одного путешествовать это интересно, экстремально, но все же вместе веселее. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. Ваша информация очень полезная. И спасибо, что вы дарите исполнение желания нашим телезрителям. А мы прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим. В эфире «Город женщин». Мы продолжаем говорить о праздниках. В интернете очень много информации, где можно черпать вдохновение для проведения мероприятия. Но ее настолько много, что ее нужно постоянно сортировать, чтобы найти то, что действительно тебе нужно. И сегодня в рубрике «Полезный инстаграм» Саргалана Амосова расскажет, как правильно находить страницы и где найти идеи для проведения того или иного праздника. С вами рубрика «Полезный инстаграм». Давайте же сегодня мы приберемся на ваших страничках. Наверное, вы все знаете, что такое хэштег. Это такая метка, которая помогает упорядочить ваши посты в блогах и социальных сетях. Так, допустим, у нас есть рубрика, мы ставим определенный хэштег, и если человек интересуется именно этой темой, он обязательно вас найдет. А как же мы можем использовать хэштег в отношении праздников? Мы можем на наше мероприятие придумать свой уникальный хэштег и попросить всех гостей, чтобы они публиковали фотографии, как готовиться к этому празднику, как они прямо находятся на этом празднике, выкладывать свой инстаграм именно с этим хэштегом. И сейчас даже многие молодожены, готовясь к свадьбе, уже на пригласительном указывают официальный хэштег мероприятия. А также мне инстаграм, вот именно благодаря хэштегам я нашла очень много идей, как организовывать праздники и делать подарки своими руками. И сейчас я вам покажу, как это делается. Так, открываем наш инстаграм. Есть две странички, на которые я частенько захожу и запасаюсь вдохновением на годы вперед. Сейчас первая страничка, это у нас страничка нашей Юлианы. Так, студия хендмейд. Да, вот посмотрите, пожалуйста, обязательно зайдите. Как сделать подарок? Да вот, очень повезло ей Юлиане, потому что нет такого, ой, что подарить гостю, как его удивить, потому что здесь можно увидеть очень интересные, милые, вот многие из этих прекрасных людей. Вот они, наши замечательные сумочки, которые все влюбились. Да, были сделаны здесь. Так, а еще в прошлом году, перед Новым годом, для меня было большим открытием найти вот эту замечательную девушку. Сейчас, ее зовут Стефания. В общем, ее зовут Стефания, она очень молодая девушка, которая, вот, благодаря ей я сделала... Я не зашла не туда, я сделала очень классную елочку, и сейчас вам хочу ее показать. Так, у нас немножко не работает интернет, извиняюсь. Вот, Стефания, блог. Вот, посмотрите, пожалуйста. У нее очень много подписчиков, и она, знаете, чем удобна ее страничка? Тем, что она выкладывает видео прямо от начала до конца процесса. Все последовательно, поэтапно, да? Да, очень красиво, и у нее вот именно по тематике, скоро у нее начнется Новый год, и вы увидите очень классные идеи. А давай что-нибудь посмотрим какое-нибудь видео. Так, давайте посмотрим, попробуем загрузить его. И знаете, что классно, то, что она это делает из буквально подручных средств. Так, у нас интернет слабый, да? Да, но вам, надеюсь, видно, вот, можно детский праздник, да, если вы хотите обрадовать вашу принцессу. Ну, очень классный мастер-класс, как украсить фото-зону. Да, сейчас очень модно, да, делать фото-зоны и на них фотографироваться, на их фоне. Сейчас вообще очень классно все стали делать праздники, поэтому, чтобы быть в тренде, вот, да, навляйтесь с такими страничками. Полезные странички. Вот, да, и в Инстаграме же видео получается только на минуту, и поэтому можно вот очень быстро увидеть классный мастер-класс. Все, я теперь поняла, как эти делаются цветочки. Да, они бумажные цветочки. А сейчас я хочу показать универсальный способ, как можно искать. Помните, я вам говорила про оформление профиля? Мы сейчас вбиваем просто идеи, праздники и посмотрим, как много у нас страниц выходит. Я сейчас почувствовала себя, как в школе. Помните, я вам говорила? Давайте повторим пройденное, да, вот, видите, у нас очень много страничек. Идеи для праздников. Идеи для праздников. Давайте мы откроем одну из страничек. Я не устаю повторять, что Инстаграм это площадка для вдохновения, для реализации самых безумных идей. Девочки, смотрите, что у меня получилось. Вот такой вот плед. Ах ты! И прямо он связался на наши глаза. Длиной метр десять и шириной сорок пять сантиметров. Я хотела бы вам показать, быстренько, как закончить плед. Для этого нам нужно две петельки продевать. Быстренько сейчас покажу. Тогда у нас у пледа будет законченный вид, аккуратный. Тогда он не распустится. Да, тогда он не распустится. Потом мы кончики спрячем. Так, за две, за две. Так, можно немножечко меня поднять? Я не вижу. Вот, смотри. А последняя петелька? Мы ее спрятали внутрь. Вот, такой у нас прекрасный, шикарный плед получился. Красота, шикарно. Вот. Он тяжелый? Нет, он абсолютно легкий и теплый. А может, мы посмотрим? Давайте посмотрим. Можете подойти и потрогать. Можно, да? Если вы наберете петелек побольше, то, соответственно, у вас и плед будет больше. У нас примерно ушло сколько минут? Ну, меньше часа ушло, но такой пледик, да? Да. А если я хочу огромный плед на диван или на кровать, это мне нужно будет всего лишь 2-3 часа максимум, да? Да. И все, и шикарно. Он такой мягкий, вы не представляете. И он очень теплый. Да. Это решишься овцы. Да. Девочки, давайте встретимся на выходных и Юлиану строит там индивидуальный мастер-класс. С удовольствием. Это же просто идеальный подарок. Своими руками. Самое главное. Да, девочки. Я хотела узнать, подождите, девочки, вот в конце, как ты ее спрятала? Между рядами. Для меня это загадка. Я не буду показывать, я просто скажу, что между рядами, аккуратненько, вот так вот, и она будет незаметна. А вот можно, допустим, если я хочу потом взять и увеличить, да, сделать 2 метра, я могу все распустить и заново сделать? Пряжа не гнется, не портится. А потом вот эти... Ну, как, мотки? Мотки я соединяю, просто завязываю узелки, да? Либо же специальной иголочкой. А узелки потом мы прячем на внутренней стороне. Да. И вот с внутренней стороны хотела показать. Получается, вот изнаночная сторона. Она тоже красивая. Да, она тоже красивая. То есть, спереди у нас косичка, а сзади у нас вот так вот. Это же просто волшебство. Спасибо. Можно сшить себе такой большой картиган или пальто. И осенью, весной будет очень тепло и уютно. Я думаю, в интернете найдете очень много людей. Очень здорово получать подарки, которые сделаны своими руками. Да? Да. Я в последнее время практикую это. Как хорошо. А мне, я вот самый классный подарок, да, который я запомнила, это мне сделали самодельную открытку. Вот вроде просто открытка, она у меня хранится до сих пор. Они сделали коллаж из моих фотографий. Это было очень приятно. А вот ваши какие самые необычные подарки? У меня самый мой дорогой подарок, сделанный руками, это моего старшего сына. Буквально два года назад они в садике делали цветы. Цветочки такие красивые. Из бумаги. Из бумаги, да. И все в инстаграм выкладывали девушки с букетами цветов, то там с розами, с лилиями, с пионами. А я выложила эту фотографию с моим маленьким вот этим красивым букетиком. И написала, у вас букетики завянут, а мой будет стоять вечно. И он до сих пор у меня стоит на кухне в маленькой вазочке. Я говорю, его не надо не поливать ничего, и он самый дорогой. Да. Подарки, сделанные руками наших детей, это самые памятные подарки, которые останутся у нас на всю жизнь в нашей памяти. И я хочу сказать, что у меня младший сын любит лепить. Он мне тоже слепил на день матери букетик, вазочки красивые. Буквально за несколько минут увидел, что папа принес маме цветы с высокими розами. Побежал быстренько в комнату и через две минуты прибежал и говорит, мама, у меня тоже для тебя подарок. И тоже тут цветы красивые. Это было так приятно, так здорово. Старше сын тоже любит делать мне подарки своими руками. Дорогие телезрители, если у вас возникли какие-то предложения или вопросы, обязательно пишите нам, звоните. У нас есть страничка в Инстаграм, где мы всегда отвечаемся, всегда стараемся выйти со всеми на связь. Нам очень приятно ваши отзывы, мы все их читаем. И поэтому, если у вас есть предложения какие-то или вы хотите стать героем нашей программы, обязательно нам пишите и звоните. Так, девочки, ну вы же слышали то, что наши гости сказали, что надо к Новому году готовиться прямо сейчас. Я, если честно, еще не начала. А я слышала, что на Новый год модным будет желтый цвет, потому что это цвет желтой собаки. Кстати, следующий год у нас год собаки, да, получается? Да. А что у нас любит эта собака? Что нужно поставить на стол? Косточки? Я думаю, мясо, курицу, все можно. Так, нужно срочно искать желтое платье. Золото, наверное, тоже подойдет, да? Да. Ну, не обязательно, чтобы вы были в желтом платье, можно какой-то аксессуар. А-а-а. Да, и я слышала такое поверье, что Новый год нужно встречать в новом. Во всем. Да-да-да. Я, кстати, стараюсь соблюдать эту традицию. Я всегда к Новому году покупаю себе что-то новое. Или платье, там, будь то какое-то кольцо, там, или какое-то украшение, даже, там, туфли или еще что-то. Девочки, а вы заранее покупаете подарки своим близким? Хотим. Каждый год, я к тебе обещаю. Вот сейчас я начну готовиться точно с осени. И нет, увы, до 29-30-го я бегаю по магазинам. Да, буквально, да? Последнюю неделю, что творится в нашем магазине, в большие очереди. Поэтому я советую всем покупать подарки заранее, либо делать это своими руками. Что еще лучше. В следующей передаче в понедельник наши ведущие будут обсуждать наряды, поэтому не пропустите. Да, у нас еще будет много передач, посвященных Новому году. Всего доброго, смотрите нас, оставайтесь с нами, удачных вам выходных. Пока-пока. Так, сколько же у нас? Субтитры сделал DimaTorzok